Итагрихан Сутан Боган Вайдар Бимадирекшана Анвадхаватта Пандешам Джотснивараджаникарам Когда царь Майладваджа отправился в Кула-Чалу, Кула переводится как «место» или «обитель», а Чала переводится как «гора». Ее верная жена с обворожительными глазами отказалась от всех семейных радостей и, оставив детей и дом, последовала за мужем. Как лунный свет следует за луной. Рассказывается история. Нарда Муни рассказывает царю Парчинабархи или царю Парчинабархи Шат. Про него самого с выдуманными персонажами Пуранджана. Как он совершал жертвоприношение, в следующей жизни стал женщиной. Можно сказать, не повезло. Вместо того, чтобы отправиться домой к Богу, в духовный мир, он снова родился. Но в то же время ему повезло, потому что мужем этой женщины стал Майладваджа, очень царь, преданный Господу Вишну. И, как полагается, в какой-то момент они принимают Ванапрасху и отправляются в лес. Ванапрасха – это принятие. И вана – это лес. Они принимают лес своим домом. И жена в таком случае сопровождает Ванапрасху. Но в Ванапрасхе бывает несколько видов. В двух или трех случаях жена сопровождает мужа. В последнем случае она уже не сопровождает мужа. И первый случай – это когда они отходят от дел, дети у них взрослые. И что они делают? Они проповедуют, посещают святые места. И вот вместе вот так вот они путешествуют, идут куда-нибудь во Вриндаван, там какое-то время живут. И они могут жить вместе, но при этом в разных комнатах. Так, например, если есть хижина, то тогда жена остается в хижине, а муж остается вне хижины. Они не должны быть в одной хижине. Следующий вид Ванапрасхи – когда они могут жить в одном городе, а вернее в разных домах, но видится. Третий вид Ванапрасхи – когда они живут уже в разных городах или на разных континентах. И четвертый вид Ванапрасхи – когда муж готовится ставить, принять саньясу, и они уже вообще не видятся. Это четвертый вид Ванапрасхи. И распространенным видом Ванапрасхи среди кшатриев они отправлялись в лес, снимали царскую одежду и надевали на себя кору дерева. Есть такие деревья, где сдирается кора, она такая мягкая, и эта кора сплетается, сплетается что-то типа гамчи или юбки. И женщина, она уже не в саре, она вот в этой коре. Кора вверх покрывает, кора низ покрывает. И мужчина тоже, и они оба вот так вот выглядят в коре деревьев. Эти деревья, это есть особые деревья, и эти деревья должны получить благо, потому что в прошлой жизни эти деревья были проститутками. И они обнажали свое тело для клиентов и так далее. В следующей жизни они рождаются деревьями, которые раздевают, с которых снимают кору. И эта кора очень полезная, эта кора в Айурведе используется. И также эта кора используется для Ванапрасхи, служит им одеждой. И эти деревья получают благо, так как этой корой, если этой корой вдруг воспользуются Ванапрасхи, они получают благо, так как им удается послужить этим Ванапрасхам. И они получают милость, милость этих святых людей, и в следующей жизни уже снова становятся людьми, причем людьми в сознании Кришны. Здесь Шила Пропада интересно переходит. Он сначала говорит о том, что жена должна быть предана мужем, она должна относиться к нему как к Богу. Она должна быть предана настолько ему, что если он принимает Ванапрасху, она все оставляет. Даже ни одного сари с собой не берет, она одевает древесную кору и следует за ним в лес. В те времена это очень опасно, там львы, это сейчас всех поубивали. Нет ни львов, ни тигров, нет ни носорогов, ни кабанов. Раньше лес был полон этих дихих зверей, и они шли в этот лес. Это означало такое самоубийство. Это все знали, что только если они достигли определенный уровень святости, тогда Господь их защитит от разных. И вот жена наследовала за ним. Здесь описывается история, когда она, жена, служила своему мужу, растирала стопы. Он просто лежал, похоже, дремал. И вдруг она почувствовала, что стопы, которые были до этого теплые, они начинают холодеть. И она поняла, что ее муж оставил этот мир. Как в таких случаях женщины начинают плакать, они начинают кричать, она начала кричать. Другой муж, почему ты меня покинул, что я буду делать? И знаете, вот эта цивилизация устроена таким образом, что когда муж и жена идут, идут в лес и принимают его на прасху, первым оставляет этот мир не жена, а муж. Потому что муж выбирает, куда ему идти, и уже за ним следует жена. А не так, что жена оставляет тело, и потом уже муж следует за ней. Он ее на погребальный костер, и потом, значит, входит в этот костер. Нет, именно жена должна войти в погребальный костер и совершить обряд ссати. И поэтому муж выбирает время, когда ему покинуть эту планету, и жена уже идет следом за ним. Но куда я еще идти? Она в лесу одна, все. В лесу медведи, волки, тигры. И для нее, когда она входит в этот костер, погребальный костер мужа, для нее это как освобождение. Для нее этот лес, раньше этот лес был вместе с мужем для нее родным, и сейчас этот лес для нее совершенно чужой, потому что мужа нет. Для нее костер становится родным. И она входит в костер следом за мужем. И она уже собралась входить. И представляете, Пуранжина слушает эту историю, вернее, Пархина Бархишат, слушает эту историю, которую ему рассказывает Нара Дамуни, у нее мурашки по коже бегают от такой истории. И она уже готова войти в огонь, и тут появляется Браман. И Браман говорит, на самом деле, я друг твоего мужа, я друг вашей семьи, я твой друг. И она понимает, что это Браман, это сам Верховный Господь, сверхдуша принимает вот такой облик. И он дает ей все благословения следовать обратно за мужем, обратно домой, домой к Богу. Пример в этом показала самая целомудренная из женщин. У нее даже имя такое, целомудренное переводится. И это имя на санскрите звучит Сати. Сати, жена Господа Шивы. Когда Господа Шиву оскорбил Дакша, она не могла вынести, она не могла выслушать этого. В каком-то смысле, она даже более продвинутая, что ли, чем даже сама богиня процветания Лакшми. Когда Бригу Муни толкнул своей ногой, стопой Господа Вишну в грудь, оскорбил его. Что сделал Лакшми? Она прокляла всех браманов. А когда оскорбили Шиву, что сделала Сати? Она села в позу, сосредоточила всю энергию вместе на четыре пальца выше, чем пупок. Это манипура чакра. Там находится вот эта вот энергия. И она настолько сконцентрировала свое внимание или медитацию в это место, что это место вспыхнуло. И она на глазах у всех сгорела. Как Ханумат Парижак Махараш рассказывает эту историю. Эту историю на современный язык можно было рассказать примерно так. Проходит воскресная программа. И на воскресной программе присутствует президент этого храма. И он такой на почетном месте сидит. У него выголоженная тхоть и все. И рядом сидит его дочь. Дочь недавно вышла замуж за одного прабу, который является директором футфулаифа. Помните эту историю про Дакшу, да? Когда Шива, он оскорбил Дакшу. Ой, Дакша оскорбил Шиву. Говорит, ты весь в пепле там и так далее. Скорпионы по тебе ползают. Оскорбил его. Сати не вынесла этого и самосожение сделала. И вот президент сидит, рядом сидит его дочь. Она замужем за этого предного. И вдруг входит в алтар, но этот предный. Он входит в халате или в фартуке, входит весь в муке, весь в просаде. И этот президент говорит, кто ты такой? Почему ты явился в таком виде? Как ты мог? В такое почтенное собрание явиться грязный весь в муке. И его дочь, а Сати это дочь Дакши в этой истории, она не выдерживает, выбегает, возвращается в алтарную с ведром бензина, обливает себя бензином и поджигает. Современная версия этой истории. И далее Шила Пропада очень плавно переходит от взаимоотношений жены и мужа к взаимоотношениям учителя и ученика. То есть этим самым он показывает, что жена относится к своему мужу, как к своему гуру. Она следует за ним. И Шила Пропада говорит в комментарии, что в какой-то момент гуру уходит и начинает совершать баджан. Что это значит? Он уходит от дел, уходит от проповеди и начинает, как наши современные гуру, писать книги, например, начинает. Или больше кругов начинает повторять. И он берет с собой каких-то самых близких своих учеников и устраивает с ними сокровенную катху. И Шила Пропада говорил, что во время этой катхи он может даже ученикам, вот этим самым близким, самым продвинутым, открыть их сварупу или открыть их положение в духовном мире и открыть свое положение в духовном мире. И Тамал Кришна Махараша рассказывает, что я ждал, я специально находился поближе к Шиле Пропаде, я ждал того момента, когда же Шила Пропада начнет свой баджан. Когда он возьмет с собой самых его близких учеников, и он думал, я буду обязательно среди них, я буду среди близких учеников, и мы куда-то отправимся, это будет, наверное, на Вадвипа или в Риндаван, куда-нибудь в лес отправимся, будем там жить. И Шила Пропада будет нам рассказывать очень-очень-очень сокровенные вещи о нашей природе, о нашей с ним природе. Я ждал этого момента. И когда Шила Пропада отказался от еды, отказался от воды, и его на Паланкиле возили в храм Кришна Баларам в Мандире, и он принимал только три капли черенамриты, потому что три капли черенамриты не прерывают даже вот такой вот сухой пост. И он принимал прямо на Паланкине, он принимал даршан, божеств, Шри Кришна Баларам. И он все ждал, когда же наступит этот баджан, сокровенный баджан. И этот баджан не наступал. На самом деле этот баджан наступил. Шила Пропада диктовал комментарии к десятой песне Шиман Багаватам. Это была 13 глава, когда Брама похищает мальчиков-пастушков. И это был последний завершающий баджан Шила Пропады. И его губы еле-еле шевелились, и ученики стояли вокруг него, и рядом стоял микрофон, он шептал, и вот эти вот последние слова Шила Пропады были записаны. То есть последний баджан Шила Пропады – это борьба. Это сражение, это борьба за то, чтобы закончить Шиман Багаватам. И Тамал Кришна Махарадж находился рядом. И он очень хотел получить милость этого сокровенного баджана, и он получил эту милость. Когда Шила Пропада оставил этот мир, все были, ну просто все плакали, все плакали, не могли, никто не мог собраться, никто не мог взять себя в руки. И только Тамал Кришна Махарадж – единственный, кто не плакал. И он взял в свои руки все, и он взял в свои руки погребение Шила Пропады, вот там, где находится сейчас Самадхи Шила Пропады во Вриндаване, во Романа Рети. Вырыли яму, посадили Шила Пропаду, в подмассану посадили его, и засыпали его солью. И вначале сверху было Самадхи, такое вот небольшое, и потом уже после этого надстроили. Представляете, строительные работы велись, прям непосредственно над телом Шила Пропады велись строительные работы. Никакой изгумации не было. И построили великолепные Самадхи. И вот я возвращаюсь к тому, что, когда была вот эта погребальная церемония, и Тамал Кришна Махарадж действовал очень-очень четко. Он очень четко говорил, что нужно делать, он знал, что делать, все делал правильно, согласно наставлению Шила Пропады. И когда уже эта церемония была закончена, тогда он, знаете, вот это вот напряжение, оно как-то сошло с его тела, он так обмяк, он расслабился, и буквально слезы, они хлынули из его глаз. Он вот это все, он держал это в себе, он держал в себе, не давал волю чувствам, ни капли чувств не должны были как-то выйти из-под контроля, он держал полностью, полностью под контроль, и потом, наконец, вух у него это пошло. И потом, похоже, это был первый гуру, который ушел. Это был первый гуру, который ушел следом за Шила Пропады. Он был первым. То есть, не выдержав разлуку с Шилой Пропады, он отправился следом за ним. И об этом Шила Пропады говорит, что об отношениях гуру и ученика. И самые сокровенные отношения, некоторые думают, что самые сокровенные отношения гуру и ученика, они содержатся в шестом стихе Шиши Гурфаштаки. Это действительно очень такой сокровенный текст, где говорится, что гуру совершает сокровенное предное служение никунжа юно рати кели сидай. Сида – это совершенство. Это сокровенное служение божественной чите Шиши Рады и Кришни. Находится только гуру рядом, больше никого нет, он совершает им сокровенное служение. Этот стих считается очень-очень сокровенным. Но Вишанад Чикарвайт-Такур говорит, что самый сокровенный стих – это последний стих, это восьмой стих. И здесь Шила Пропада приводит этот стих. Ясья Прасада, Бхагават Прасада, Ясья Прасада, Нагатикутопи. Он говорит, что цель ученика – удовлетворить духовного учителя. И если ему удалось это сделать, это великая удача удовлетворить гуру, то тогда гуру проливает на него всю свою милость. Он получает всю милость своего гуру, удовлетворяет его. И наоборот, если ученик, если гуру недоволен, то ученик терпит полный крах. И об этом Шила Пропада говорит в комментарии к восьмому стиху первой песни и первой главы. Он еще этот комментарий писал в Индии. Обращаются мудрецыны Мишарани к сути Госвами. Они его выбирают капитаном корабля, выбирают рассказчиком Шримад Бхагаватом. И они объясняют, почему выбирают именно его. Потому что ты очень смиренный. И так как ты очень смиренный, ты получил всю свою милость учителей, которые обучали тебя. И Шинача Крават Тахакур Шила Пропада в комментарии, вспоминая вот этот вот текст из Чищенгурфашки. Он говорит, что очень важно удовлетворить гуру. Для этого нужно быть смиренным, развивать качество смирения. И тогда мы можем удовлетворить гуру. И гуру даст нам все-все свои благословения. Сейчас и мы говорим о том, мы медитируем на то, как удовлетворить Шилу Пропаду. Шила Пропада является гуру, всех гуру. Шила Пропада является, его называют, Джагад Гуру, или Гуру всей Вселенной. Чтобы удовлетворить Шилу Пропаду, чтобы удовлетворить божествующий горний тай, нужно просто участвовать в марафоне Гауру Пурнимы. Сейчас проходит марафон Гауру Пурнимы. Можно поучаствовать и этим самым удовлетворить не только своего гуру, не только Шила Пропады, но и всю гуру Парампару. Ари Кришна. Ари Кришна. Может быть, какие-то вопросы есть? Да. Что раньше сначала уходил муж, потом жена. А в современном Ванапрасу как это происходит? Жена же, ну, как бы сейчас в современном мире в Кали-югу-то не бросится в огонь. Что жена в Кали-югу? Ну, в огонь не уйдет за мужем. В огонь не идет, она в другое место идет, да? Да. Снова замуж выходит, да? После Ванапрасу. В худшем случае. Так, и в чем вопрос? Ну, вот вопрос. В Кали-югу куда уходят? Куда уходят? Куда идти вообще? А куда идти в Кали-югу? В костер нельзя идти. Куда идти? В костер нельзя. Культура не позволяет. Были исключения, например. В Бхагатумахабхарате есть такие истории, когда, например, Кунти, она не последовала в костер за своим мужем. она осталась воспитывать своих мальчиков, своих детей. Последние обряды сати были... еще Шилпурпады говорил, что он застал, он заставал, застал вот эти обряды сати. Но потом были они отменены англичанами. Англичане правили с 1857 года по 1947 год. 90 лет была оккупация англичан. И они вот в какое-то время отменили это. Они считали, что это дикий вообще предрассудок. Они отменили. И после этого женщины перестали входить на погребальный костер. После этого все прекратилось. Но если муж отправляется обратно домой к Богу, то жена следует за ним обратно домой к Богу. И даже если муж не возвращается домой к Богу, то тогда следует за Гуру и возвращается домой к Богу. Так что все хорошо. Шилл Прупада дал все благословения, Шилл Прупада все устроил. Не беспокойтесь. Да? Спасибо за лекцию. Такой вопрос. Почему предный по долгу не предается духовному учителю и не получает у него инициацию? В чем причина? Почему преданные по долгу не принимают духовного учителя? Разные причины есть. Я встречал таких предных. Есть предные, которые меняют Гуру. Сначала одного, потом смотрят, не мой. Другого поменяли. Потом третьего поменяли. И Кришна им долгое время не дает Гуру выбрать. Я встречал таких предных. Читание Чиритамрити говорится, это последнее, это Ади Лила и последняя глава, которая называется Молитвой Шакшаштыки. И там говорится, как происходит вот эта встреча гуру и ученика. Мы думаем, что мы сами гуру находим. На самом деле, Кришна, видя, что ученик очень серьезен, посылает к нему определенного гуру. трансцендентно вот так вот происходит вот эта встреча. Это устраивает Кришна. И если ученик внешне не может выбрать гуру, то тогда значит, он не совсем серьезен. Может быть, он оскорбление, может быть, он оскорбления какие-то совершает или что-то еще. Как одна Матта же рассказывала историю с Бхакти Брингом Махараджем. Она все на нее смотрела, рассматривала его. Мой это гуру или не мой это гуру. Смотрела, смотрела. Он на нее тоже посмотрел. Подозвал ее и сказал. Ну, что, не видишь? Ну, я твой гуру. Я твой гуру. Да. Принято считать, что в гуртану нельзя понять, лишь до конца. А вот в чем основная сложность понимания гуртаттвы? Что ты пропады говорил? В чем основная сложность гуртаттвы? Это что гуру нужно поклоняться как Богу. И даже мы его фотографию ставим на алтарь. И смотрите, когда мы поклоняемся гуру, мы начинаем с гуру, например, мы предлагаем светильник. Мы с гуру начинаем. Сначала гуру мы предлагаем светильник. Потом божествам, потом всем остальным божествам, потом туласидеви, потом парампари. И гуру, смотрите, гуру заканчиваем. Гуру занимает особое положение. Но в то же время он говорит, я не Бог, я просто представитель Бога. И в каком смысле для ученика гуру может быть даже важнее, чем сам Верховный Господь. Потому что Кришна говорит, не тот мой преданный. Он говорит, я в сердце своего преданного и преданный в сердце моем. И он говорит, дасу-дасу-анудаса, он говорит, не тот мой преданный, кто предан мне, а тот, кто предан моему предному или предан гуру, тот является настоящим преданным. Вот того Кришна принимает как предного. И это сложно как бы понять, потому что Кришна, он все равно выше гуру находится. А Кришна устраивает так, что гуру находится выше самого даже Кришны. Потому что гуру очень дорог саму Кришне. Поэтому вот эту вот тату непросто понять. Да. Где у нас микрофон? Спасибо. Как правильно предаваться авторитету, гуру, наставнику, чтобы это было осознанно, искренне, без сентиментальности. И чтобы это было на самом деле глубоко и правильно. Сегодня такие очень серьезные, я бы сказал, даже тяжелые вопросы. Как предаться? Для того, чтобы предаться, ну, гуру, например, гуру, для того, чтобы... Есть три типа ученика. Первый тип ученика это самый высший, который просто знает, он даже не ходит к гуру, и не спрашивает, что мне делать, как мне вам служить и так далее. Он просто знает, чего от него хочет гуру. Второй тип, он все-таки приходит и задает вопрос, а что мне делать? И гуру говорит, делай это. А третий, самый худший. Гуру ему говорит, делай это, а он все равно по-своему делает. Я помню, Джей Патака Махараш по этому поводу сказал, по сути дела, он даже не является учеником. Третий тип. А Шила Гопалкишна Гасвами однажды сказал, они, к сожалению, они такие есть, их много. И в законах Искон не прописано, что с ними делать. Мы не знаем, что с ними делать. Вот они есть, и мы не знаем, что с ними делать. И что с ними делать? Нужно их как-то тянуть с гуру, с ученика третьего уровня на ученика второго уровня и потом первого. Это делают ученики, гуру этого делают. Они видят, что есть такие слабые ученики, и их обязанность более сильных подтягивать более слабых. И что же нужно делать для того, чтобы понять, чего хочет от меня гуру? Нужно погружаться в лекции гуру, слышать в них наставления, жить этими наставлениями. Тогда вопроса вообще нет. Тогда мы с ученика третьего уровня переходим на ученика первого уровня. Да? Харе Кришна, большое спасибо за лекцию. Махараш, скажите, пожалуйста, вот по лекции вопрос. В современном мире в чем заключается отрешение, уход вот в анапрасхе, если преданный особо не любил работу, у него и, может быть, и семьи не было. И вот, в общем, он говорит там про анапрасху. Вы знаете, есть определенная категория людей в Кали-Югу проявляются. это холостяки, как отдельное, прям, как отдельное, как отдельный ашам, ашам холостяков. И матери-одиночки. Или женщины, которые замуж не могут выйти. Вот есть, ничего не сделаешь. Хотя мы стараемся как-то на путь истины вывести холостяков и как-то, чтобы это как-то происходило. Но все равно они остаются, потому что Кали-Юга. Это Вик Кали. И хотя желательно, чтобы этого явления было меньше, но оно и есть, это явление, и нам приходится с ним считаться, с этим явлением. Эти холостяки, они не могут жить вашими, они не любят работать, и они не хотят брать ответственности за семью. И вот они вот так вот что-то делают и так далее. Но, как Шилл Пруппады говорил, сознание Кришны это дом, под крышей которого все могут жить. Поэтому мы холостяков и матери-одиночек всех принимаем. потому что это Кали-Юга. А вообще, как становятся Ванапрасхами? Кстати, холостяки, они могут стать Ванапрасхами. Шанс есть. И я помню, в 2000 году проходил в Майпуре семинар по Ванапрасхе. и нам там рассказывали, кто Ванапрасх. Во-первых, Ванапрасх это тот, кто достиг 40-летнего возраста, не младше 40 лет. Это тот, у кого уже есть вторая инициация. Это тот, у кого взрослые дети, он на них не заботится, может уже не заботится на них. Это тот, кто сдал свою жену или она ушла, или развелась, или замуж вышла. Как один брамачарий мне говорит, у нас знаете, такие брамачари есть, но они такие вот брамачари, у них уже было три жены, пятеро детей у него, повидавшие виды в брамачарии. И они говорят, Махараш, вот я чувствую, карма меня держит еще с женой какая-то тонкая связь, то она звонит, помоги мне там забор поправить или еще что. Что мне делать? Вот не отпускает меня карма. Как вот, что сделать, чтобы карма отпустилась? Я говорю, молись, пост и молитва. Молись, постись на Икадыши и молись тому, чтобы Господь нашел ей нового мужа. И как только он найдет ей нового мужа, все, карма обрывается. И они это делают, молятся, и действительно Господь ей находит нового мужа. Вот это вот, вот это вот вонапрасхи. У нас еще институт вонапрасхи не развит, но по крайней мере основы, основы вонапрасхи у нас есть. Вонапрасхи могут быть прабу и могут быть матаджи. Вонапрасхи могут совершать паломничество по святым местам, матаджи может следовать с ними. Они носят белое, если они вместе, они носят белое. матаджи белое сари может носить. Муж вонапрасхи куртум и тхоти белые. Как только они разрывают отношения, он может одевать шафран. Микрофон. Вот так. Что-то много вопросов. Вот сюда микрофон. Давайте, кидайте на морского, кто будет. Вопрос. Дорогой Махарадж, у меня аж три вопроса. Один от Александра Пакаева по трансляции и два моих. Харе Кришна, дорогой Махарадж, спасибо большое за лекцию от Александра Пакаева. Скажите, пожалуйста, может ли ученик по своему желанию отправиться за гуру в последний баджан или это решает сам гуру? Это сам гуру решает. Но если ученик очень-очень хочет, то гуру может вопрос решить положительно. Говорится же, что Кришна удовлетворяет все желания, исполняет все желания. Если это сильное, действительно желание такое сильное есть. Как научиться принимать то, что дает Господь, не иметь претензий к Нему, не требовать исполнения своих желаний, а наоборот, иметь чувство глубокой благодарности за каждую ситуацию, которую Он посылает и смиренно служить Ему? Нужно начать не с первого, а с последнего. Нужно просто за все Господа благодарить. И тогда, что там первое было, второе? Принимать то, что дает Господь, и не иметь претензий. Да, тогда автоматически не будет претензий. Но представьте, мы Господа благодарим, о Господь, спаси большое, что Ты мне послал Махапрасат, а вот то, что меня старшие преданные поправили, я Тебя не благодарю. У меня есть к Тебе претензия. Такого же не будет, когда благодаришь. Поэтому просто благодарите это. И первый, второй автоматически все решаемо становится. Еще вопрос? Как правильно давать поддержку в умонастроении и служении? Давать поддержку в умонастроении и служении? сегодня сложные вопросы. Во-первых, мы должны быть квалифицированы, чтобы давать поддержку. Может быть так, что мы думаем, что даем поддержку, а наоборот разочаровываем. Такое тоже может быть. и поэтому, чтобы дать поддержку, это должно быть отношение с этим предным. Отношение служения. Мы служим друг другу, и поэтому отношение. И когда мы даем поддержку, она принимается. Потому что даже поддержку не каждый готов принять, и не у всякого готов принять. Кто-то может сказать, а что ты в мою жизнь лезешь, какое тебе дело, что у меня происходит? Ты думаешь, у нее проблемы? У меня нет проблем, а у тебя проблемы. Понимаете? Для этого должны быть отношения. Тогда уже поддержку легче оказать. Последний и самый последний вопрос. Спасибо большое. Махараджа, если муж-жена, муж непреданный, покинул тело, а жена старается встать на путь преданного служения. Муж покинул тело и ходит к провидениям. Как может послужить жена своему мужу, чтобы, ну, вот... Ну, шараду надо сделать. Надо шараду сделать. В Харибахте ввелась, там описано, как шарада делается. Нужно в годовщину, в годовщину, когда муж тело оставил, нужно поставить фотографию и предложить ему махапрасат. Вторую, третью годовщину неважно, да? Это не имеет значения. Самое главное, чтобы это не выпадало на икадыше и на двадыше, чтобы вот эта годовщина не выпадала, что там хуже будет. Вот в Харибахте власть, по крайней мере, вот так вот описано. Ну, и... И если жена прогрессирует, то муж тоже прогрессирует. Может быть, даже шарадху не надо делать. Если она занимается чистым преданным служением, он автоматически благо получает. Как знаете, была такая история, как один такой, что человек, такой, как привидение, был, и один браман отправился на реку Гандаки и взял туда шелограмму. А нет, он отправился на Гавардхан, и на Гавардхане он нашел себе гираджа, нашел камушек с Гавардхана, это гираджа. Нашел гираджа. И возвращался он домой уже из вража, и вдруг навстречу ему огромный брамаракшас, и он говорит, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Я тебя съем. И тому надо было как-то защищаться. Он взял этого гираджа и как запустил ему в лоб. И тут сразу получил освобождение, сразу виман прилетел, этого ракшаса посадил и улетел. Но гираджа оставил. Да, у вас вопрос был. Можете рассказать, как правильно готовиться к осну вечером, чтобы потом не... Ну, чтобы... чтобы рано ложиться все-таки. Есть такая проблема, как привыкаешь просто... Поздно ложиться? Да, ну, не то, что даже поздно ложиться, просто вечером, когда в районе метра есть телефон, рано ложиться просто не получится. Ну, все очень просто. Нужно просто постелить постель, лечь и телефон положить на расстоянии двух метров и все. И все. Чтобы невозможно было дотянуться. Вообще, на самом деле, вы правильно сказали, что вот телефон, он все портит. Телефон, компьютер, все портит. Поэтому... Поэтому нужно поставить программу, что телефон в определенное время, когда вы готовитесь уже ко сну, например, вы решили лечь спать в 8 вечера. Мечта, да? Здорово, да? Классно. Идеально. Потрясающе. И уже ставите программу на телефон, что он отключен в это время. Все, отключен. Вы уже всех приучаете, что в это время вам не звонить. Все, не звоните. Я уже... Мне, например, вот вечером уже никто не звонит. Все уже знают, что я готовлюсь ко сну. Я ради интереса утром включаю телефон и смотрю, есть ли смс-ки. Ни одной смс-ки нет. Все знают, бесполезно. Я сплю. Я уже всех приучил к этому. Но сначала надо себя приучить. Когда себя приучишь, потом все приучатся. И когда есть телефон, он такой источник беспокойств, мыслей, волнений, и сложно заснуть. вместо телефона нужно взять книгу Кришна, Верховную Личность Бога и почитать ее на ночь. Тогда уснете очень хорошо. И самая такая сонная глава, самая сонная глава, я вот вычлел эту главу, это освобождение царя Мучу-кунды. Помните, он спал в пещере. Вот когда бессонница, я беру обычно вот эту главу, открываю и полчасика, часик, и все. А Шимадбхагаватам на ночь не так полезно? Попробуйте. Не, я просто читаю как раз Шимадбхагаватам, мне не всегда помогает. Ну, лучше, когда днем. Может, в этом проблема? Нет, но здесь проблемы нет. Просто если проблема со сном, читайте книгу Кришна, это десятая песть Шимадбхагаватам. Я пробовал, читал также десятую песть Шимадбхагаватам, я тоже заснул. И вообще заметил, что когда читаю Шимадбхагаватам, то засыпается очень хорошо, даже днем, особенно утром вообще. Иногда я читаю комментарии и молюсь, только бы не заснуть, только бы не заснуть. Хорошо, на этой веселой ноте мы закончим. тему всем этим и включайте Продолжение следует...